Сцена для Айжан Джумабековой второй дом, но сегодня женщина выступает в роли себя самой. Активисту театра имени Жумата Шанина награждают медалью за трудовое отличие. В свои 78 лет Айжан Джумабековна не смыслит своей жизни без сцены и продолжает играть в постановках. Я работаю 58 лет в одном театре. С малых лет я участвовала в самодеятельности, с малых лет со школы. До сих пор в одном же театре я работаю. В 68 лет я постоянно играю классические роли. Ауазова, Караколь, 15 лет играла. Потом Ант, Батима Ханым играла, 5 лет. Потом Дулан Джумабековой Апке, 10 лет играла. В общем, Ахан Сера Ахтохта, Мустрепова, тоже 5 лет играла. Потом Шекспира «Украшение с троптивой» Катарину играла. Потом Леди Мильфорд, Шиллера «Коварская любовь». У нас всегда была классика, музыкальный спектакль. Швак, Жбек, Каслево. То есть без сцены вы свою жизнь не представляете? Не могу. Насколько любите вы? Вы ходите на сцену, все эти чувства? Чувства с народом это счастье встретиться, понимаете? С ними делится своя радость. АПЛОДИСМЕНТОМЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бинг�етназим Żebit АКДЕАЛНА Драмат театр АПЛОДИСМЕНТЫ АЛИТСИН Выдающихся учителей и врачей, актеров, госслужащих и тружеников рабочих профессий наградили ко Дню Республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мерзаколық Дархан Мерзаколық 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 48 человек, которые внесли свой вклад в развитие города, наградила Ким Габицыздыкбеков. Выдающиеся горожане были удостоены звания «Почетный гражданин города», а также получили ордены «Барыз», «Парасат», «Курмет», «Янбек Данхэ» и медали «Ерен», «Янбегы Ушэн» и «Шапагат». На сегодняшний день это действительно очень неожиданно было. Конечно, 40-летним стажем я, конечно, ожидала с другой стороны, потому что мы столько лет работаем. Это награждение наших труд, награждение наших, заслуга моё, которые я показываю своим людям, студентам, своим окружениям. Во-первых, хочу всех поздравить с праздником. Меня наградили орденом «Парасат». Это говорит об уважении к старшим. И я считаю, это не только моя награда, а всех жителей Туркестанской области и Шымкента. Хочу пожелать всем казахстанцам мирного неба над головой, счастья, здоровья и благополучия. Аким Мегаполиса Габицыздыкбеков поздравил горожан с праздником. «Возрождение духа страны, укрепление национального интереса и сохранение исторического образа. Это благородная миссия, возложенная на наше поколение. Этот день – важная веха в истории основания Республики Казахстан. Передать значение этого национального праздника молодому поколению, воспитать в них чувство патриотизма, сохранить единство нашей страны – это священный долг каждого гражданина Казахстана». «Особенно радостно, что благодаря инициативе нашего президента Хасымжомарта Тухаева этот праздник обрел новые формы и с каждым годом становится все более масштабным и поистине всенародным. Этот день объединяет нас, напоминая о нашей общей истории, достижениях и стремлении к светлому будущему». Городоначальник также поделился планами по дальнейшему развитию Шумкента. В городе ведется активная системная работа по развитию экономики и улучшению уровня жизни населения. Город создает благоприятные условия для предпринимателей и объем привлеченных инвестиций с каждым годом только растет. «Наш город растет и развивается. В этом году планируется привлечь 928 миллиардов тенге инвестиций, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. В ближайшие три года будут привлечены 3,6 триллиона тенге инвестиций, что позволит создать новые рабочие места. Уже подготовлено 220 инвестиционных проектов, которые будут реализованы до 2028 года. В рамках этих проектов будет создано 29 тысяч новых рабочих мест. Это существенно поспособствует решению проблемы безработицы. Социально-экономические показатели города также демонстрируют положительную динамику. Объем промышленной продукции с начала года вырос на 3,6%. Бюджет города по сравнению с прошлым годом увеличился на 122 миллиарда тенге и достиг 779 миллиардов тенге, из которых 50% направлены на поддержку социальной сферы. Это важно, чтобы население могло видеть конкретные результаты проводимой работы». Праздничный вечер завершился концертной программой. Для гостей праздника выступили яркие танцевальные и вокальные коллективы. Папа, выиграть! Павел Сарад Паршу Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!